Поздравляю вас с победой! Какие первые триги этого матча? Спасибо за поздравление. Я хочу поздравить ребят с хорошей игрой, с хорошей победой наших волейщиков. Нас поддерживали здесь и вороны. Очень важная победа Струнина в том числе зрения. Видели вы, что одинаковый селочков. Здесь тактический план, который принимался, частично сработал. Были проблемами у нас. И в первом и втором тайне еще те 0-0 в центральной зоне. Забили за Мудиновым. Мяч выходил один. Извинительно, как бы сложилась игра. Пытались, зная то, что шея не будет опускаться, отходить к центру поля. Поваривали на то, чтобы хороший контроль мяча в линии обороны. Но не совсем это получалось. Чтобы вытащить сюда команду соперника к центру и бежать на нашу половину поля. И, используя оперативный простор, используя скоростное качество наших ранних полузащитников и форвардов, реализовать это. И стандартное положение частично сработало. Второй мяч великолепный. Второй мяч со стандартом. Хотя были проблемы. Я скажу, что хорошего уровня футбол. Команда Шинник играющая. Команда. Скажу так, что в принципе равная игра. Но наши шансы, которые выиграли, лучше. Спасибо. Вопросы? Вопросы? Прокомендируйте, почему у вас сразу в стартовом составе не играл сначала Рылов, а Соловев, когда он заменяли и недовольство такого не было? Чем было сказано, что он вышел позднее? Ну, в принципе, я не менял практически тот состав, который играл с Кереком. Одно изменение у нас. Вместо Миша Бирюкова, у которого проблема в игровой тренировке домашней с приводящей мыслью. И не стали рисковать, вышел в голову. Так вышел тот же состав, который играл с Кереком. И проведет на хорошем начнем уровне игру. Хотя, честно говоря, у меня были сразу сомнения. Хотел я с учетом того, что Артур играл здесь, играл здесь. И всегда игрок, когда в своей бывшей команде играет, он с повышенной отдачей играет. И пример прошлого года у меня сидел тоже. Вы помните, что Артур два мяча забил в своей бывшей команде. Ну, так вот. Злой гений Шинника стал за два года в двух играх. У Ярослава один мяча забил. И по тому, как начал игрок Соловьева, очень удачно. Но теперь мы уповали на то, что вскрыть фланги за счет быстрых наших крайних полочиней. У него игра не пошла. И принял решение, что замена сработает. Спасибо. Три диманча подряд об игроке побегало. В чем секрет? Не каждый тренер может похвастаться? Ну, у нас с Алексеем Михайловичем доброе, хорошее, профессиональное отношение. Ну, так сложилось, что мы друг к другу очень уважительно относимся. Ну, секрета, наверное, нет никакого. Секрета у ребят, которые выполняют установку. Ну, так получилось, что я, в свою очередь, сменил Ирина Александровна Михайловича на посту главного тренера Урала. Да, все. И так у нас еще раз доброе отношение. Кому-то больше повезло, кому-то меньше, но нам, чем-то, повезло больше. Ну, первое, мы проиграли хорошей команде, действительно играющей команде. Второе, что не прочувствовал я, надо было вносить изменения в линию обороны, потому что именно линия обороны сегодня выглядела уставше. Не смогли мы их как следует восстановить после крылышек. И отсюда то объяснимое теперь количество брака, которые они совершили, уступали скорости своим оппонентам. Это вторая причина. Третья причина, что свои надо забивать, свои надо забивать, забивать надо вовремя. Ну и четвертая причина. Игроков не надо отпускать хороших в другие команды, которые уже второй год нас наказывают. Такие впечатления. В продолжении вам сказанного, можно ли сказать, что счет фальшивый и второй вопрос под мастерство по атаке отдельных исполнителей, Оно соответствует уровню команды, которая находится вверху пермира таблицы в первенстве фальшивых? Ну, во-первых, счет никогда не бывает фальшивым. Фальшивый счет бывает, знаете, когда? Когда бесцеремонно судья, вот такого сейчас, слава Богу, не бывает, убил, вот тогда счет фальшивый. А так, мастерство индивидуальных игроков факела в эти решающие моменты оказалось выше. Я думаю, что по количеству голевых моментов мы даже превзошли факел. Но реализация, реализация, а это исполнение, это хладнокровие. Просто есть моменты, связанные с комплектованием, как комплектуется факел и как комплектуется шинник. И вот эта, к сожалению, разница, она и сказывается в такие моменты. Но это ни в коем случае не огород, камень в огород. Нас и ребят наших. Просто надо работать, работать и работать. Вопросы? Звоночник крылов вышел и звоночник прозвучал еще, наверное, в концовке первого танка, когда очень многому позволит сделать кросс. Можно ли было во втором танце, в моменте забитых плечом, чуть поплотнее осыпать? Конечно, конечно. В данном случае была позиционная ошибка, сближенное расстояние до центральных защитников. А затем, в таких случаях, мы самое главное предупреждали, как работать против умеющих, активных и мастеровитых фланговых игроков факела. Организация блока. Блок организуется или со своим полузащитником, если он не вернулся, блок организуется с опорником. Если нет опорников, в данном случае, на мой взгляд, там центральный правый защитник должен был Тарасу помочь и перекрыть линию ударов. Что не было сделано, но, опять же, это вопросы концентрации, а она, к сожалению, страдала из-за недовосстановления. Все-таки нужно признать, что наша линия обороны практически без замены отыграла все последние игры. Вопросы? Виктор Максимович. Александр Михайлович, у вас бросалось, как говорится, не в глаза, а в уши крислое. Незамудивно. Очень много партнеров. Мне показалось, что их сбивало это. Они начинали нервироваться, как говорится. Ну, во-первых, я не думаю, что их это сбивало, потому что Эльдар и в тренировочном процессе очень требовательно к своим партнерам. Он имеет на это право. Он абсолютно правильно в большинстве случаев проявляет и требовательность, и те моменты, которые он говорит, я же слышал, если Эльдар допускает какую-то бестактность или неправильный ход, мы с ним разговариваем. Но такого практически не случается. Поэтому то, что он капитан, то, что он лидер, подстегивает, правильно подсказывает. Надо ему слушать и надо ему помогать. А это, к сожалению, не всегда получается. Он обижается на то, что для него очевидно, для него очевидно, что должно произойти. А партнер, к сожалению, делает немножко другое. Отсюда и… Он показал, что они уже начинают дрожать перед тем, как он делает. Да нет. Дрожит, дрожит, дрожит нет. Я думаю, что это неправильно. Андрей, давай. Можно продолжение темы сказать, что команда слишком зависима сейчас от Низамуддинова, но бросается в глаза, что буквально каждый аут идет через Низамуддинова, что дальше уже пошла острота. Все через Низамуддинова. А разве плохо использование аута, умение Низамуддинова сделать то, что матч с Кубанью доказал, и он сегодня несколько раз это доказал. Разве… Надо играть на своих сильных качествах. Если есть такой пот у нашей команды, почему нужно от него отказываться? Вопросы? Михаил Иванович, стандартное положение сегодня у чужих ворот таили себе остроту. Парадоксально, что мяч отлетел нашего ворота. Как раз в мастерской ворот. Я еще не смотрел этот момент, поговорил с ребятами. Кирилл не прочувствовал. А Тарас, видимо, был сблокирован, как он говорит, и Шахов. Ну просто… Я не знаю, не уверен, была ли передача в эту зону конкретно. Если это наигранная комбинация, блокировка и выдвижение Шахова, то только браво футболистом факелом. Хотели выпустить, по-моему, Троянов, да, сначала? Кто выпустил Андреевич? Да, мы пропустили во время планируемость замены в гол. И, видя, как Тарас просто, ну, скажем так, еле передвигает уже ноги, хотелось решить, ну, как говорится, укрепить и правый фланг, усилить атакующие действия более свежим алией. Ну и возвращать пара алии в игру. Наталья Михайловича, нет ощущения, что сейчас сможет пойти спад по медицинским показателям? Ну, понятно, серия была отличная, но может ровно пройти же невозможно. Есть какое-то ощущение? Еще раз говорю, мы постараемся предвидеть и внесем определенные коррективы в тренировочный процесс до игры с Соколом в отношении некоторых футболистов. А второе опять, вот посмотрите, ну, реализуем мы свои моменты раньше, наверное, бы игра развернулась по-другому. Поэтому здесь нельзя говорить о спаде. Думаю, что у них психологического спада не наступит, хотя ребята очень расстроились сейчас в раздевалке, в принципе, пусть даже с хорошей командой, но мы играли дома и мы рассчитываем на победу. Рассчитываем на победу. И были к ней достаточно близки в определенный момент. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова